Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, как называется ощущение или что это вообще. Когда ты вроде хочешь этого, но одновременно и вроде считаешь, что нужно сделать другой выбор. Делаешь его, а внутри все равно будто бы обида. Неприятное такое чувство, как например я хотела покататься на лошади, но не стала и чувствовала, что буду выглядеть стрёмно и поэтому отказалась. Когда меня уговаривали, я чуть не заплакал от того, что не могу сказать да и обидно. Или я когда хотела пойти на праздник, но не пошла, потому что какая-то причина была. Но невестка, и я опять хотела, но не сделала. И опять это чувство появилось. Что это? Как вообще бороться с таким чувством? Аж плакать хочется. Ну, я бы сказал, что из чувств здесь у вас обида и страх. Я бы сказал, что вы наказываете кого-то таким своим поведением. То есть вы страдаете, вы страдаете и через страдания наказываете, ну вот, кого-то из своих близких, скорее всего. Я думаю, что, ну, предположительно это родители, вот, но понятное дело, что могут быть и другие. То есть понятно, что там не обязательно родители, да. Вот, вполне возможно, что речь идёт о ком-то ещё. Вот, ну, о ком-то ещё, о ком-то другом речь идёт, да. Не обязательно только родители, конечно, здесь имеют место быть, но тем не менее. Вот, значит, что хочется сказать. Ну, это страх, ну вот, очень сильно. Очень сильно похоже на страх, очень сильно похоже на то, что вы боитесь. Также я бы сказал, что очень сильно похоже на то, что вам стыдно, вот, за что-то. То есть вы, вот, в этом смысле, получается, испытываете стыд. Стыд за, опять же, получается, свои желания. Стыд, получается, за свои потребности, за свои мечты. Вот, и когда, собственно, дело, дело доходит до того, что нужно себя проявить, вот. Вот, вы даёте задний ход, боитесь. Почему вы себя сдерживаете? Хороший вопрос, ну, на мой взгляд. Очень хороший вопрос. Почему вы себя сдерживаете? Я бы сказал, что это некий голос, вот, в данном случае голос, который подавляет вас, который запрещает вам, не даёт, не даёт, не позволяет вам делать, например, то, что вы хотите. Это один вариант. Другой вариант может быть в том, что вы как раз таки хотите, то есть вам как раз таки ваш внутренний голос там говорит «Давай! Сделай это!» Но вы, например, чувствуя обиду на родителя, вот, если вы чувствуете обиду на родителей, на кого-то из родителей, вы как раз таки себе запрещаете это делать. Вот. Ну, просто элементарно не даёте, элементарно не позволяете себе делать то, что вам хочется. Вот. И таким образом получается, что страдает, страдаете вы, но ваша цель именно вот наказать кого-то из родителей. это гипотеза, я не претендую сейчас на неё, я не знаю всех деталей, да, я могу ошибаться, вот. Просто хочется донести, давать эту мысль, вот. Ну, как бы предложить, предложить её на какую-то вот, ну, на какое-то размышление вам, чтобы вы, подумали об этом, хотя бы, чтобы вы подумали об этом, чтобы вы поразмыслили об этом, и, может быть, может быть, увидели бы для себя в этом что-то, ну, какое-то рациональное зверно, давайте так скажем. Вот. Не факт, конечно, но тем не менее. Есть ощущение, что вам довольно сложно и тяжело бывает выразить свои чувства. Вот. Есть такое ощущение у меня, по крайней мере. И если это так, то в таком случае обида вам нужна для того, чтобы позволить позволить себе это чувство, то есть позволить себе какое-то проявление агрессия, агрессия, которое обычно вы не позволяете, например. меня. Ну, обычно вы сдерживаетесь, обычно это может быть сдержано, обычно вы стараетесь как-то вот правильной быть. Обычно вы пытаетесь как-то вот не знаю, корректно может быть все делать, чтобы кого-то не обидеть, например. Это хорошо, это хорошая история, что вы думаете о других, о других, конечно, но я думаю, что вы понимаете, что думая о других, вы можете забивать на себя. И вот, на мой взгляд, это происходит как раз с вами, то есть вы несколько забиваете на себя, вот, и по итогу вам нужно почувствовать обиду, чтобы лучше выплеснуть какое-то недовольство, может, даже злость, ну, потому что обида ведет рука в обруку со злостью. Собственно, обида нужна для того, чтобы как-то разрешить себе злиться. Вот. Если вы себе этого не разрешаете, а я думаю, что вы себе, ну, обычно, я думаю, я думаю, что обычно вы себе этого не разрешаете. Вот. Вот вам модель, вот вам выгоды, личная выгода. Для того, чтобы обижаться. Вы приносите в жертву себя, вы приносите в жертву свои желания, вы приносите в жертву свои потребности, вы приносите в жертву, вы жертвуете, точнее, вы жертвуете своим, ну, удовольствием, своими впечатлениями, своими желаниями, вот. К сожалению, всем в этом жертвуете. Ради того, чтобы реализовать то, что вам хочется. Не факт. На данный момент совершенно не факт. Что вы знаете, что именно хотите реализовать, ни в коем случае не утверждаю. Но на мой взгляд, парадигма плюс-минус такая. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. ламб от под на ламб э